Массажисты И зрители Ну что пришел тот момент Когда я отработал год В салоне Митчелл Сейчас хочу с вами поделиться Своими впечатлениями И заметками Которые у меня были В течении этого года Кстати я здесь Новый телефон себе купил Сделал такой Небольшой подарок за мои труды Вот И приятно когда Новый телефончик В общем сейчас хочу Кстати я наверное Начну снимать Посмотрим какая разница Ну ка Вот Теперь снимаю на новый телефон Значит за этот год Случилось конечно Много всего интересного И познавательного Я бы сказал Это 100% И даже какие-то были Маленькие открытия Конечно я отработал Где-то В целом Если взять Больше года Это полтора Или 1,7 Где-то так Но я ездил домой Отдыхал И у нас Закрывался салон На 2 месяца Или 2,5 Где-то Я уже не помню Поэтому Суммарно Если сложить Все дни Которые я Приходил и работал Это где-то год Значит Люди приходят Конечно Разные И каждый день Я Что-то вижу новое Вот люди приходят С разными проблемами И бывает даже Такое что Стресс влияет на мышцы Я это уже понял То есть Смотря какой стресс у человека Если сильный стресс У человека был То он влияет Особенно на спину Я конечно Этого не Как бы Не знал Но потом Начал замечать Это В общем Имейте ввиду Кстати Или Небольшое Открытие У меня было Да Такое Когда Две Женщины Да Наверное Даже 3 Да Три женщины Ко мне Пришли С плечом Болит плечо Вот Ну С одной Я разобрался Ей просто Операцию Делали на грудь И В общем Вырезали там И все остальное И поэтому У ней От того что Вырезали кусочек Да Ткани И Из-за этого Короче Здесь И поэтому Тянет постоянно Плечо Надо его растягивать Но у другой Было нормально Все И Болело постоянно Я сделаю массаж Прогрею Камушками Нормально Там Недельку Две походит Потом опять болит Не знаю И однажды Я вышел Навстречу ей Когда она шла Ко мне на массаж Там в коридоре Я встречаю В коридоре И я увидел Что она несет сумку Плечом Поддерживая сумку И чуть-чуть Так вперед И тут у меня Бум Понятно От чего у нее И я уже Объяснил Что вам нужно Сумку носить Или на кресток Или на левое плечо То есть плечо Будет постоянно болеть Если будете носить Плечом сумку То есть она вот так Ее поддерживает Постоянно Ну видно Просто Реально видно И вот такое открытие Маленькое было для меня И я так удивился И она удивилась Особенно Думает Блин а почему Она говорит И я замечаю Думаю Почему у меня плечо болит После как сумку потаскаю В общем Таких открытий было Много И они постоянно есть Но некоторые открытия Еще открывать Мне и открывать Пациенты ко мне приходили Самый младший У меня был 11 лет И Самый старший Это 80 И этой женщине Даже там Помогали перейти Ну дочка Там Ей тоже Там 45 Наверное было Сделала подарок Маме Купила ей Сертификат На массаж И мама ее пришла Маме 80 лет было И как бы Сделал массаж Да Конечно Когда делаешь Человеку Допустим Там 30-40 Ли Одна Кожестроение Когда человеку 80 Под 80 Уже другая Очень тоненькая То есть там И давление Я наверное Это видео сниму В нескольких частях Нужных В трех Давайте С самого начала Начнем Что Мне понравилось В этом За вот этот период Один год Что мне понравилось В массаже Да Значит Давайте начнем Лучше Что мне не понравилось А что мне не понравилось Я думаю Кто мне постоянно Смотрит Тот знает У меня была такая Ситуация Когда Клиент Пожался на меня Из-за того Что я неправильно Делал Ягодицы Массаж ягодиц И там Огромная Была проблема Мне Запретили Объясню Кто не знает Мне запретили Делать Массаж Там Где Flexers И Сзади Нижнюю часть Спины Даже запретили Короче Спереди Вот так вот Запретили Сантиметров 30 И сзади Сантиметров 30 То есть Эту Как бы Территорию Не трогать Но я Как бы Немножечко Такой Упертый Барашка И Думаю Надо разбираться Надо разбираться Потому что Это не пойдет Потому что Я так не смогу Лечить людей От Особенно Когда у людей Постоянно Большинство из них Приходит Что у них Ни спины болит Ни спины Это могут быть Ягодицы Это могут быть Flexers Передние мышцы Вот Или там Нижняя часть Живота В общем Там Все связано И В общем Нужно Работать В этих частях Но А мне Их запретили Дрогать Я значит Что сделал Я составил Правила Хотя мне должен Это менеджер дать Ну Объяснить И сказать Работаю по этим правилам Но мне никто Этого не сделал Менеджер молодая Пришла к нам По массажу Она там буквально Два года Наверное Работает только Еще двух лет нет И Я сам Составил правила При которых Я буду работать Ну и на будущее Если кто-то будет Тоже С ягодицами Работать Я с ягодицами Работаю Не через Не через ткань Отодвигаю ткань И работаю То есть Skin to skin Как это говорят Ну Трогаю рукой В общем По коже И Мне пришлось Сделать эти Как бы Правила Потом я пошел К главному Директору Вот этого Салона И Объяснил Сначала Объяснил Ситуацию Потому что Разные люди бывают Бывают люди Которым просто Не нравится массаж Мне тоже Я прихожу Я как-то ходил К пару человек На массаж Ну вообще Полная Ладно Не буду ругаться Но отстой То есть Они не чувствуют Ни тела Ни чувствуют Мышцы Которые у тебя Ты когда работаешь Над мышцами Ты чувствуешь Ага Там же У нас парные мышцы Ты чувствуешь Одна мышца Чуть-чуть Вспухла Да Там допустим Или слабенькая Очень мягкая Другая тверденькая То есть Ты понимаешь И начинаешь работать Которая там Сильно твердая Там В общем Ты как-то Ощущаешь пальцами Все эти мышцы А эти массажисты К которым я ходил Ну они просто Елозят по коже И все То есть Как бы Ягодицы Говоришь Сделайте мне Они Через ткань Помнут На этот Нерв Сайарик Нажмут Сидаличный И я там Подпрыгну Пару раз И все То есть Как бы Им говоришь Как бы Одно делать А не другое делать Поэтому мне Совсем не понравилось В общем Так что Я сделал свои правила Пришел К главному Салона Объяснил ситуацию Сначала Что люди Бывают разные Нужно все равно Не резать топором Как говорится Не рубить топором Если кто-то Одна там Сумасшедшая Пришла Или ей там Не понравилось То может быть Я тоже там Не прав Соглашусь с этим Но надо продолжать Как бы Другим делать А так Клиенты Не будут ходить Понимаешь Пришли У меня не спины Были А ты там По ней спины Погладил Все что ли Но это не пойдет Я то есть Сказал Я вот правила Принес И буду По этим правилам Работать Если вам Понравится Я Вы согласитесь Со мной С этими правилами Я буду работать Если нет Тогда я буду Менять салон Мне зачем Это Детский сад Этот Вот Что то на меня Потом крутили пальцем Не умеет Массаж делать В колледже Одно учили Работать с ягодицами А приходишь в салон Нельзя работать Типа Потому что Типа Это Unproper Типа Ну Неправильные Типа Какие то движения Что ли Ну и Идиотизм Идиотизм Это Такая Я уже Говорил Это у них Называется Толерантность Галимая В общем Главное Я сказал Она со мной Согласилась И Потом Поговорила С моим менеджером Потом менеджер Моя пригласила По массажу Я ей это Тоже объяснил Они мне Дали зеленый цвет Давай делай И все Я начал делать Просто Когда ко мне Пациент приходил В underwear То есть В Нижнем биле Да Ну в трусах То я говорил Я делать не буду Массаж Ваших ягодиц Снимайте их Я буду делать Нет Под ними Я лазить не буду Потому что У меня уже Была проблема Я прям Прямо говорю Что Была проблема И В общем Клиент Пожалуйста Они Клиенты Понимают В чем Потому что Если ты все Скрываешь Они не понимают Зачем ему Трусы снимать Начинают Нагадывать Накручивать На мозг Поэтому Я все Объясняю Каждому клиенту Но у меня Сейчас На самом деле Постоянные Кои Практически Поэтому я Как бы Они знают Они приходят Говорят Все то же самое И все Я работаю Спокойно Новый Когда приходит Я смотрю По Внешности По Как Сесть Человек Ведет Как бы Бывают Такие Залетные Кстати Недавно Залетная Была Забежала И Просто Сделала Массаж Говорит Мне нужен Массаж Я уезжаю Там путешествовать Ну я Сделал Как Полагается Там Даже 90 минут Кажется Было Она еле Вышла Оттуда Потом Вот И я Смотрю Что Она записалась Через месяц Ко мне Обычно Залетные Они Пролетели И все Она Вообще В другой Салон Ходила Нашего Митчелла Но Другой Салон Там Поближе К дому А тут Она Опять Ко Мне Записалась Ну приятно Все равно Ну и сказала Что Был Очень Хороший Массаж Ей Понравилось Так что Господа Давайте Вернемся К теме То есть Плохое У меня Была Вот Проблема С ягодицами Но которую Я сам К моему счастью Разрешил Объяснил Как надо Работать Этим Менеджером И все И проблем У меня Как будто Бабка Отшептала И нету Все Я работаю Людям Все нравится Все довольны Что было Хорошее Хорошее Конечно Это когда Я получаю Удовольствие От того Что я нахожу Проблему Я нахожу Проблему И если Пациент Ко мне приходит Три Четыре Раза То я ее Уже Просто Убираю И Пациенту Говорю Что Вам нужно Допустим Вот одна У меня Позавчера Приходила Что Делайте Зарядку Чтобы У вас Спина Была Ровненько К стеночке Подходишь Там 30 секунд Постояло Особо Много усилий Не надо Прикладывать И времени Тратить Постоял Подержал Все И Подушечку Подушечка Походу У нее Большая Говорю Убавьте Или Поспите Ей там 40 лет Примерно 42 А у нее Уже Такой Небольшой Горбик Сзади И Я Смотрю Лучше Лучше Становится У нее Я так Немножечко Делаю Всякие Вибрации Надавливаю Там Держу Там Несколько Секунд То есть Чтобы Мышцы Немножко А я Еще Дал Упражнение Чтобы Она Подкачивала Задние Мышцы Спинные Чтобы Они Выравнивали Перед Чтобы Он Такой Выравнивали Они Ослабли И Вытянулись Поэтому Сгибается Вот так Спина Так что Ей нужно Немножко Поработать Над этим И Еще Приятно Конечно Когда Говорят Это Был Мой Лучший Массаж Который Я Вообще Получала Или Получал Мужчины Тоже Ко мне Ходят Мало Ходит Конечно Вообще Мало Мужчин Ходит На самом Деле За Этот Год Человек 12 Наверное Было Из 200 Человек Наверное Поэтому Ну Мужчин Да Мужчин Надо Там Колотить Там Ей Палки Эти Бамбуковые Тоже Там И Руками Там В общем Такие Вибрации Мужчины Любят Особенно Если Спортсмены Вот В общем Самое Удовольствие Получаешь Да Вот Когда В тебя Пациент Верит То есть Как бы А Верит Потому что Есть Знания То есть Это Самое Главное Что Есть Знания И ты Их Постоянно Как-то Где-то Получаешь Смотришь Читаешь Так что Когда Есть Знания В тебя Будет Верить Пациент Его Как бы Блестящие Глаза То что Ты Решил Его Проблему Да Которая У него Была Там Несколько Лет Он Уже Конечно Будет Тебе Ходить Постоянно В общем Вот Такие Две Вещи Значит Что Мне Не Нравится Разобрались Что Мне Нравится Разобрались Что Бо Я Хотел Изменить На Самом Деле Вообще Конечно Конечно Я Бо Хотел Работать На Себя На Себя Это Лучше Всего Работать Сейчас Я Получил Этот Опы Один Год Хотя Мне Учительница Говорила Полгода Поработай Потом Иди На Себя Не Я Все Таки Советую Год Поработать Может Даже Полтора Поработать Или Два Года Это Все Равно Будет В Плюс То Есть У Тебя Набьется Рука Вообще Вся Обстановка Будет Тебе Понятно Кто Как Работает Все Эти Оплаты Все Эти Торговли Кремами Лосьонами И все Остальное То То Есть Вообще Ты Видишь Изнутри Как Работает Этот Организм Бизнес И Потом Когда Ты Перейдешь Чем Больше У Тебя Опыта Тем Быстрее Ты Начнешь И Быстрее Запустите Свой Бизнес Правильно Правильно Логика Есть В Этом И Когда Ты Переходишь Свой Бизнес Ты Уже Спокойненько Знаешь Ты 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 Делаешь То И Я Делаю То И Все И Настраиваешь Ну Если Конечно У вас Есть К Этому Как Бы Придаток То Что Вы Умеете Организовывать Вы Умеете Следить У У вас Много Терпения То Есть Вы Можете Там Даже Какая То Ситуация Случилась Невероятно Но Вы Никогда Не Закричите На Работника Я Уже Не Говорю Про Пациента То Нужно Быть Сдержан Спокойным И На Все Смотреть Нормально Как Все Случается И Ошибка И Вообще Проблема Это Конечно Ваши Вашего Салона А не Пациенты Да Бывают Пациенты Приходят Там В голове Там Особенно У кого Там Немножечко Связано С Психическими Расстройствами Но Что Делать Вот Такие Есть Люди Тоже Им Надо Тоже Помогать Вернусь К тому Что Что Я Хочу Изменить Я Хочу Работать На Себя Конечно И В Принципе В таком Ж Русле То Как И Мичел И Скорее Сего Я Буду Этот опыт Буду Использовать Когда Буду Сам На Себя Работать Поэтому Мне В Принципе Все Здесь Понятно Как Что Работает Да Я Хочу Пойти Может Быть В Двух Или Трех Направлениях Посмотрю Какое Будет Помещение У Меня И Ну Я В В Массаж Там Парикмахерская Ногти То Есть Несколько Направлениях Идешь И Больше Приходит Поток Людей Но У меня Я Бизнес План Написал На самом деле Честно Скажу Наперед И Я В общем У меня Там Есть Интересные Идеи Которых Даже Здесь Салоне Нет Так Что Будет Интересно Это Будет Все Дальше Я Расскажу И Покажу Что Еще Я могу Сказать По Поводу Моего Вот Этого Периода Который Я Отработал Да Ну На самом Деле Работая С людьми Это Сложная Работа Сразу Скажу Даже Вот Мы Мы Работаем Четыре Массажиста Нас Да И Каждый Как-то Мы Все Разные На самом Деле Все Разные И Каждый Видит Эту Проблему По Своему Ну Допустим У Пациента Какая-то Проблема По Своему По-разному Общаются Разная Техника У всех Вот Хотя Я Когда Мы Вместе Работаем Дабл Массаж В одной Комнате Два Массажиста Я Смотрю На Технику То Есть Что-то Возьму Себе Да Там Мое Что-то Беру Там Растяжки Все Эти Делают Но У меня Вообще Другая Техника И Она Такая Знаете Немножечко Я В общем Соединил С Массаж И Он Такой Двойной Да Такой И плюс Если У человека Какая-то Проблема Да Там Не знаю Там Воспаление Или еще Что-то И там Уже Другая Техника Идет То есть Или Обход Этого Воспаления Если Оно Сильное Или Какие-то Там Растягивания Гревы Прогревы Там Холод Ложить В общем Такие Терапии Всякие То То есть Они Как-то Девчата Трое Девчата Я Один Они Как-то Это Все Обходят Там Не Делают Я Точно Знаю У Троих Растяжки Они Не Делают Никакие Как Я Делаю Типа Тайский Массаж Тайская Техника Массажа Но Они Специализируются На Дип Тищью То Это Глубокое Короче Глубокое Глубокое Давление Сильное Давление Ну Такой Вид Массаж Диптища И Но Мне Кажется Что Я Беру Тем Что Я Работаю Со Всем Телом То Ягодицы Депустим Девчата Делают Через Ткань И То Они Ее Так Мнут Мнут Типа Растягивают И Все То Есть Это Не Работа Для Меня По Крайней Мере И Потому Что Есть Мышца Которая Называется Переформис Переформис Это Мышца На Которой Люди Сидят Постоянно Особенно Офисные Люди Вот Переформис Он Когда Долго Человек Вот И Иногда Он Такой Приплюснутый И Нерабочий Просто Видно Что Он Просто Какой То Как Атрофировался Его Нужно Немножечко Поболтать Начало И Конец Где Он Крепится Да Вот Эти Части Нужно Тоже Бывает Там Триггер С Пойнт Тоже Поработать В общем Там Работа Очень Такая Ручная И Там Делать В общем Там У меня Своя Техника Я знаю Как Что Делать Но Девчата Этого Не делают Они Просто Помяли И Все В принципе Человек Остался С той же Проблемой Большое Значение Конечно Я Заметил Менеджеры Вот Менеджеры Как Говорится Тянут Эту Всю Лямку Да Чтобы Пациент Был Доволен Вот Эти Моменты Как Допустим У нас Есть Комната Отдельная Где Ты можешь Переодеться Одеть Халатик Шлепочки Одноразовые Прийти к нам Массажик Делать Там Разделся Ну Все Прилично В общем Все Очень Так Цивильно Я бы Сказал В других Салонах Ты заходишь В комнате Разделся В той же Леха И все А здесь У нас Отдельная Комната То есть Это все Разрабатывают Менеджеры Они Там ушные Вот эти Все Палочки Там Полоскание Для рта Там Такая Жидкость Стоит Освежитель То есть Зеркало Там Не на этой Части А вот на этой Такой Большой То есть Там Такая Работа Идет Вообще По мелочам Чтобы Клиент Приходил И просто Ни о чем Не думал Вот он Снял Разделся Пошел Массаж Сделали Он заплатил И счастливый Ушел То есть Работа Идет Очень На таком Уровне Глубоком На качестве Идет И нам Каждые Три месяца Дают Формы На которых Написано Какой Процент Клиентов За эти Три месяца Ко мне Пришли То есть Там разные Есть клиенты Есть клиенты Которые Постоянные Вот Если они Добавляются Постоянные Супер Если новые Добавляются Ну тоже Супер Вот То есть Как бы В принципе По любому Супер Если оно Постоянно Добавляется То есть Количество Клиентов И разнообразие Клиентов Вот Нежели Если конечно Никто к тебе Не ходит Ну понятное Дело Ну ты видишь Там График Все это Написано Сколько Процентов Сколько Людей пришли Сколько Заплатили За массаж То есть Рост у меня Идет Постоянно В общем Я как бы В принципе Уверен В себе Уверен В своих Знаниях И Могу Продолжать Работать Дальше Продолжение следует... Редактор субтитров